В 2014 году было выявлено 24 случаев туберкулеза. В прошлом году их было 218, из которых 169 новых. Хотя из этой статистики можно сделать вывод, что рост заболеваемости этим недугом в нашей стране действительно снизился, Эстония остается в числе 18 европейских стран с самым высоким уровнем туберкулеза. Так, в прошлом году мужчины составляли три четверти заболевших туберкулезом. Причем самому старшему из заболевших было 88 лет, а самому младшему всего 11 месяцев. Остается у нас и большое число опасных видов туберкулеза. Очень опасный и особо устойчивый к медикаментам. Политик Маргарита Черногорова знает об этом не понаслышке, ведь она много лет помогает социально неблагополучным людям. Да и судьба сложилась так, что туберкулезом за полвека переболели некоторые члены ее семьи. У меня отец болел туберкулезом, дядя болел туберкулезом и муж долгие годы болел туберкулезом. Ну, вроде он поправился, но вообще я не заметила, чтобы кого-то интересовало состояние его здоровья. И я боюсь, что не связано ли это уменьшение статистики с тем, что просто люди перестали обращаться. Потому что туберкулез мутирует так же, как и все другие заболевания. Нужно учесть, что туберкулез может повторяться не единожды, так как он по-разному реагирует на современные средства лечения, приспосабливаясь и возрождаясь. И хотя это заболевание без особой сложности выявляется на профилактических осмотрах, как показывает практика, жители нашей страны продолжают их избегать. Если статистика меняется хотя бы на доли процентов, это говорит, что какие-то определенные успехи достигнуты. Но я не хотела бы знать при этом. Значит, уменьшилось ли число обращений от граждан по поводу их самочувствия, их заболевания. Увеличилось ли число процедур по отношению к людям. Проводятся ли какие-то обследования детей, взрослых, вообще таких категорий риска. Всемирная организация здравоохранения поставила цель существенно сократить заболеваемость туберкулезом. И одним из ключевых вопросов в этом является работа с социально уязвимыми группами. Ведь наибольшую опасность туберкулез представляет для людей с ослабленной иммунной системой, а к ним относятся хронически больные и ВИЧ-инфицированные, а также те, кто близко общается с больными туберкулезом. Так что даже 169 новых случаев туберкулеза – цифра для нашей небольшой страны все еще тревожная. Сергей Дедыкин, Андрес Лорант, Первый Балтийский канал.